Другим новостям. Два серых тюленей и балтийскую кольчатую нерпу доставили на реабилитационную площадку. Сегодня еще не окрепших малышей показали журналистам. Нерпу выбросила штормом на берег, где ее нашли работники морского завода города Кронштадта. Одного из тюленей и вовсе своими силами привезли местные жители. Первая девочка у нас поступила 14 дней назад. Худовато, без выживания. Здесь сначала антибиотики давали, потом солевую воду. Сейчас на кашу с рыбой, то есть восстанавливается вес. Мальчик у нас поступил 5 дней назад тоже с худым весом, с раной на власти. Тоже антибиотики сначала идут, обрабатывание ран и, естественно, кормление, чтобы вес не давать. А нерпа, она в состоянии нормальном была, просто немножко худовато. Реабилитационный центр в Ленинградском зоопарке открыли в прошлом году и не зря. Семь детенышей серого тюленя, двух балтийских и двух ладожских кольчатых нерп сотрудники уже выкормили. Сейчас только начало сезона и количество больных ластоногих будет только увеличиваться. Рада одному, теперь у центра есть чудо-машина для спасения животных. Ну, аналога найти невозможно, выдумывали все сами. Специально разработать для перевозки тюлений важно. Крепления сделали для перевозки сеток, какие-то там рысь, леса, волны. Автономное отопление, вентиляция. Все виды ластоногих Балтийского региона занесены в Красную книгу, но с каждым годом их становится все меньше. Страдают детеныши из-за потепления и раннего таяния льдов, ведь мать выкармливает щенков именно на льдинах. Этих найденышей обещают вернуть в природу, как только они наберут вес.